Росбалту стало известно в подробностях, как происходила передача взятки в 500 тысяч долларов для сотрудников Следовательного комитета Российской Федерации Михаила Максименко, Дениса Никондрова и Александра Ломонова. Деньги были вручены бизнесменам Олегом Шейхаметовым в ресторане на Тверской улице бывшему сотруднику МВД Евгению Суржикову, который отвез их высокопоставленным следователям. Причем сейчас ФСБ выстраивает картину, по которой может получиться, что основную сумму взятки в 400 тысяч долларов себе единологично оставил Максименко. Как рассказал Росбалту источник, в правоохранительных органах на данный момент у ФСБ выстраивается следующая история самой громкой взятки. Один известный адвокат обратился к Евгению Суржикову, который знал как человека, способного разрешить проблемы с МВД, Следовательного комитета и рядом других ведомств. Юрист сообщил, что его коллеге очень нужна помощь, чтобы получить нужный результат от Следовательного комитета. Встреча состоялась в Новинском пассаже. Визитор представился Суржикову адвокатом по имени Олег. Он объяснил, что есть задача изменить авторитету Андрею Кочуйкову, итальянец, меру пересечения на ту, которая не будет связана с лишним свободой. Также есть люди, готовые за это хорошо заплатить. Суржиков обещал все разузнать, после чего он направился к другу и бывшему подчиненному Денису Богородицкому, который на момент событий занимал должность замначальника ОСБ Следовательного комитета Российской Федерации. Последний переадресовал просьбу своему начальнику Ламонову, а тот Максименко. Дальше по цепочке спустился ответ, что услуга будет стоить 500 тысяч долларов. Суржиков в том же Новинском пассаже озвучил ее адвокату Олегу. Тот сразу согласился. На сбор денег он попросил два дня. Через пару суток адвокат передал Суржикову коробку с 500 тысяч в одном из столичных ресторанов, расположенном на Тверской улице. Суржиков сразу вручил коробку Богородицкому, тот Ламонову. Затем деньги были переданы Максименко. Последняя считала от этой суммы 100 тысяч долларов, которые вернул Ламонову. Эта сумма призначалась всем посредникам за их услуги. Впрочем, судя по всему, в данной истории, кроме Олега, был и другой потенциальный взяткодатель. Но сделанных в ФСБ записях разговоров Максименко можно услышать, как последний делится с Ламоновым сведениями, что 500 тысяч – это плата только за изменение меры пересечения итальянцу. А еще ведутся переговоры о полном развале дела Кочуйкова, в котором фигурирует и вор в законе Захарий Калашев, а также о привлечении по полной оппонента итальянца Эдуарда Буданцева. И за эти действия уже кто-то готов заплатить 5 миллионов евро. Одновременно с получением денег Максименко активно вел переговоры с замначальником ГСУ Следовательного комитета Российской Федерации по Москве Денисом Никондровым. Как об этом освобождении Кочуйкова, так и в целом о развале дела. В связи с этим ФСБ ранее полагало, что 100 тысяч долларов или 200 тысяч долларов из полученной суммы Максименко передал Никондровым. Тот вначале вообще отрицал любую свою вину, однако, как уже сообщал Росбалт, недавно заговорил. По словам источника агентства Никондров признает, что по указанию Максименко предпринял ряд действий для освобождения Кочуйкова, но уверяет, что никаких денег за это не получил. Действовал бесплатно, а слушаться Максименко не мог, так как у него целиком зависела его дальнейшая карьера. Если ход следствия и дальше будет развиваться в таком направлении, то все его ниточки приведут к одному Максименко. Получится, что он и являлся единственным взятокополучателем. Никондров же просто бесплатно превысил полномочия, а Ламонов, Богородецкий и Суржиков лишь являлись посредником при передаче взятки. Кстати, в отношении Богородецкого и Суржикова уголовное преследование уже прекращено, так как они добровольно сообщили о даче взятки. Максименко сейчас инкриминирует и другие эпизоды взяток. Также, ориентируясь на записи его разговоров, сотрудники ФСБ полагают, что он получил деньги от бывшего советника председателя Верховного Суда Российской Федерации Игоря Борисенко, а также некий очень дорогой предмет от депутата Госдумы Российской Федерации Андрея Скотча. Однако Борисенко и Скотч не спешат становиться взяткодателями и подавать соответствующие заявления. Большую часть времени они проводят за пределами Российской Федерации. Возможно, их позиция изменится после истории с бизнесменом Олегом Шейхаметовым, с которым Скотч вместе владел сетью ресторанов Якитория. Картина получения 500 тысяч долларов сотрудниками следовательного комитета долго не выстраивалась, из-за того, что была неизвестна личность взяткодателя, загадочного Олега. Суржиков не знал фамилию этого человека и думал, что имел дело с адвокатом. Юрист, который свел Олега Суржикова, покинул страну. Однако летом таинственный Олег объявился и за границей с ФСБ связался с владельцем сети ресторанов Якитория, Олег Шейхаметов, который в 1990-е годы был известен в определенных кругах как Шейх. С этих самых пор он дружит с Кочуйковым, а когда того арестовали, даже приносил ему передачи в СИЗО и финансово поддерживал его семью. Бизнесмен заявил, что именно он и передал деньги Суржикову, о чем готов дать соответствующие показания. Что он и сделал по прибытию в Россию, его уголовное преследование тоже было сразу прекращено.